Казахстан занимает очень выгодное положение на пути транспортных потоков между Азией и Европой. По оценкам аналитиков, товарооборот между регионами через два года достигнет одного триллиона долларов. Если этот поток пройдет через Казахстан, потенциальный доход составит более одного миллиарда долларов ежегодно. Для сравнения, на эти деньги можно построить 80 школ или 32 больницы. Качественные и надежные автомобильные дороги обеспечивают территориальную связанность страны, помогают свободному передвижению граждан и развивают туризм, способствуют росту предпринимательской активности. Основная часть грузопотока приходится на автомобильные дороги Казахстана, протяженность которых составляет более 97 тысяч километров. Часть дорог, 23,5 тысячи километров, это трассы республиканского значения. По ним осуществляется около половины перевозок. Хорошие дороги – это стабильный и высокий доход государства. А увеличение грузопотока дает мощный толчок к развитию прилегающих регионов. Государство ежегодно ремонтирует, реконструирует и строит в среднем 4-5 тысяч километров дорог. К 2015 году в Казахстане планируется реконструкция и ремонт более 5 тысяч километров дорог республиканского значения. Ремонт одного километра дороги в зависимости от сложности стоит от 37 до 800 тысяч долларов США. А чтобы построить или реконструировать один километр, необходимо в 2-4 раза больше средств. Для сравнения, строительство одного километра дороги в России стоит более 4 миллионов долларов США. Сегодня крупнейшим проектом в Казахстане является реализация инициативы президента Нурсултана Назарбаева по реконструкции Международного транзитного коридора «Западная Европа-Западный Китай». Это самый короткий путь из Китая в Европу с минимальным количеством границ. Таким образом, от западных границ России до побережья Китая можно будет доехать всего за 10 дней. Общая протяженность казахстанского коридора от Харгоса на границе с КНР до села Мартук на границе с Россией составляет 2787 километров. На работах по реконструкции трассы задействовано более 40 тысяч граждан страны, а сам проект планируется завершить к 2015 году.